Всем привет! С вами канал Иван Принтер. Сегодня мы будем собирать наш принтер HP из наших запчастей. То есть мы полностью разобрали, чтобы снять нашу эту схемку. На этой схемке я посмотрел одну небольшую проблемку. Я вам сейчас напишу ее описание. Эта деталь находится у нас вот здесь, под этим радиатором, за этим радиатором. Вот здесь. И так как у меня перегорел ТЭН, я решил посмотреть эту детальку. Посмотрел, она у меня оказалась целая. Ладно, с этим мы разобрались. Давайте теперь нашу схему ставить на наш узел. Чтобы ее поставить в нашей схемке на металлическом основе имеются такие четыре выемки. Раз, два, три, четыре. На нашем узле из пластика имеются такие четыре направляющих. Один, два, три, четыре. То есть вот эти четыре выемки нам надо поставить. Четыре выемки нам надо поставить четыре направляющих. Также обратите внимание на контакты, которые расположены тоже здесь. Один, два, три, четыре. Они соприкасаются с нашей схемой. Давайте ставить. Наш провод ставим вот так. Теперь нашу схему засовываем в эти управляющие. Поставили. Затем поставили нашу схему на бок. Посмотрели еще раз внимательно вот эти контакты. Чтобы они у вас не были загнутыми. Затем берем вот эту штучку, если у вас вылетела. У меня вот она вылетела. Засовываем ее на свое место. Вот сюда поставили ее. Вот она стоит. И затем надевать нашу боковую стенку. В круглое отверстие, в круглое вот это, где мой пальчик, засовываем наши два провода от датчика. Затем засовываем шлейф. И аккуратно насаживаем нашу боковую стеночку в свои отверстия. Затем закрутили на три винтика. Один, два и здесь три. И не забудь вот об этой защелочке. Не защелочкой, а подставкой, чтобы ее надо воткнуть тоже в свое место. Затем берем наши винтики. Вот такие. И закручиваем наш узел, чтобы он у нас не гулял. То есть закрутили. Один, два, три, четыре. Это закручиваем пока не надо. Но потом его закрутим. Затем надели наш валк протяжки бумаги. Обратите внимание, чтобы ваш бушенг из пластика. Защелка его находилась в отверстии, чтобы он у нас не гулял. Затем берем наш пасек вот эту подставочку. И засовываем ее на свое место. Защелкнули. И пружиночку ставим ровненько. Чтобы она работала. После чего надеваем наш шестеренок. В принципе наш узел уже почти готов. Затем будем надевать наш ролик захвата, который расположен снизу. Берем наш бушенг беленький. Вставляем его. Затем берем наш бушенг справа. Вставляем его. Но перед этим не забываем про наш датчик наличия бумаги. Надеваем наш датчик наличия бумаги снизу. То есть наш бушенг засовываем. Затем надеваем наш датчик. Датчик встал на место. И затем за нить бушенга тянем его вверх. Наш бушенг встал на место. Затем надеваем наш колесико. Затем надеваем наш колесик. Затем надеваем шестеренок. защелочку тянем на себя вот так и двигаем на себя и она встает все наш ролик готов работать затем засовываем ось засунули нашу ось теперь чтобы поставить на место наш крепеж белая штучка надо на нее нажимать и наш эту приподнимать вверх все наша защелочка встала на место наш ролик захвата теперь никуда не уйдет этот узел мы собрали теперь можно одевать боковую стеночку боковую стеночку модели одеваем ее также как и ту стеночку то есть принтер поставили на бок надели нашу стеночку и закручиваем наши винтики не забудьте обязательно пресс-контакт 1 винтик потом 2 винтик эти два винтика у нас держит нижнюю ножку 3 винтик который тоже держит нашу ножку 4 винтик который держит нашу металлическую площадку для схемы после чего разворачиваем наш принтер развернули наш принтер провод наш убираем вверх чтобы он замешался одеваем наш направляющая отделе и затем с этого угла с левого сверху засыпаем угол ваш угол засунули и теперь двигаем нашу стеночку и ставим этот узел у нас собранной только сейчас поставим наш датчик наличие бумаги на место расположили наш провод теперь засовываем сначала вот с этой стороны потом ставим по другой стороны справа то есть наш датчик стоит на месте можно закручивать на 3 винтика закрутили на 3 винтика 1 2 3 продолжаем собирать дальше после чего мы ставим площадку на свое рабочее место поставили попробуем затем ставим наш ролик захвата не забудьте здесь такая пружинка она идет в угол то есть сначала мы вставляем сюда в этот угол затем нажимаем на площадку и двигаем нашу ось после чего бошинг фиксируем на свое место все наш ролик захвата теперь работает затем засовываем нашу вот эту часть сначала левую часть засунули маленько на себя ее надо убрать чтобы она встала на свое место все и закручиваем ее на 5 винтиков сейчас закручу покажу перед тем как будете закручивать с этой стороны винтики не забудьте поставить такую пластиковую подставку я забыл и пришлось мне все снова разбирать поставить подставку и закрутили на 2 винтика закрутили на 5 винтиков 1 2 3 4 5 попробовали обязательно работу этого узла чтобы у вас все поднималось и все опускалось и все функционирует давайте собирать дальше после чего будем надевать нашу пластиковую подставку ставим ее и защелкиваем подставочка наша на месте затем поставим наш вал переноса вал переноса изображения то есть здесь видим с левого угла как бы вот такой выпуклости нету как с правого угла не перепутайте поставили ставим сначала левый угол затем защелкиваем правый вот эту направляющую на пушинге направьте в пружинку и затем защелкивайте и затем будем ссувать наше направляющее чтобы засунуть тут видите как бы такая угол он не даст сюда залезть наш радиатор в этом углу поэтому берем вот так вот засовываем сначала левый угол потом засовываем правый и двигаем его вперед направляющий направляющий вот эти наши две совы сюда все эта часть наша готова после чего наш пучок с проводами располагаем на его место где он был друг отверт и краск поднимаем направляем сверху выключаем Делаем еще один винтик, который держит пластик спереди. Одеваем шестеренку. Потом одеваем наш соленоид. Одели наш соленоид. Обязательно попробовали, чтобы он работал. Нажали. Ролик крутим. Крутим, крутим, крутим. Все, застопарился. Посмотрите на провод, как он расположен. После чего одеваем нашу шестеренку. Шестеренка наша вот такая. То есть одевается вот так вот. Все, шестеренка наша одета. Обратите внимание, какие здесь шестеренки. Как расположены. Ставим теперь подставку. Ставится она не сильно тяжело. Все, закручиваем на три винтика. Закрутили три винтика. Раз, два, три. Подцепили наши две клеммы. Попробовали ваш датчик, чтобы работал. Собираем принтер дальше. Далее мы разворачиваем наш принтер. И закручиваем винтики. Один, два, три, четыре, пять. Пять винтиков закрутили. Далее одеваем нашу вот эту часть, подставочку. Под блок лазера. С этой стороны закручиваем на четыре винтика. Один, два, три. Один, один черный. Не знаю почему. Куда разбирали, блок черный. После чего будем надевать нашу. С этой стороны у нас получается на четыре винтика. С той стороны получается на три винтика. После чего будем надевать нашу шестеренку. Шестеренка наша крепится вот на такой ось. Вот это нам нужно для картриджа. То есть, когда мы засовываем наш картридж, эта штука сюда вставляется и крутит наш фото барабан. Так что, если она у вас сломается, то ваш фото барабан крутиться не будет. Понятно. Наша шестеренка вращает фото барабан. Поставили нашу шестеренку. Затем берем нашу железочку и вставляем сюда ее. Все. Эта часть наша готова. Но, видимо, она у нас вылетает. Потому что мы забыли еще про одну деталь. Чтобы наша железочка не вылетала, придумали вот эту подставочку. Все. Теперь ничего не вылетит. После чего будем ставить кнопку включения. То есть, вот засовываем ее сюда в направляющую. Ставим. Закручиваем на один винтик. И ставим нашу шестеренку. 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 Берем наш винтик и закручиваем. Эта часть готова. Но перед тем, как одеть редуктор, сначала оденем наш вот этот контакт. Засунули его сюда, поставили. Поставили его, чтобы он у вас вот так пальцем держали. Он у вас не болтался. Дальше закручиваем сюда винтик. Закрутили винтик. Затем расположили наш зеленый провод. Убрали его туда, чтобы нам не мешался в дальнейшем. После чего поставили соленоид. Вы можете, конечно, поставить его с самого начала. И затем будем ставить редуктор. Давайте теперь наденем нашу шестеренку. Видим нашу шестеренку. Надеваем вот так. И затем наденем вот сюда. Вот эту шестеренку всовываем сюда. Вовнутрь. То есть вот так получается. Затем на нашу пружинку. Отдельную сюда на защелочку. Вот сюда. Чтобы она зафиксировалась. И вся часть наша одета. Ставим наш редуктор. Поставили его. Рукой шестеренку покрутили. Он на свое место встал. И закручиваем на пять винтиков. Закрутили наш редуктор на пять винтиков. Один, два, три, четыре, пять. Собираем дальше. Следующим шагом будем ставить нашу подставку. Так. Октопара. Поставили одну сторону. Ставим. Ставим другую сторону. Закручиваем теперь два винтика. С одной стороны. Раз и два. И с другой стороны. Следующим шагом одеваем наш вал. Насчет бушингов я вам рассказывал. Если у вас зажевывает бумага. Что надо делать. Поставили. Зафиксировали. И тут так же. Поставили. Сжали посильнее. И зафиксировали. Все. После того как одели нашу ось. Одеваем наш датчик. Одевается он. Поставили наши уголки. Сюда. Защелочки. И расширяем наши защелки. И ставим. Все. Наш датчик рабочий. После чего будем ставить наш датчик. Сначала засуньте вот эту часть. Потом закрепите на один винтик вот эту часть. Затем надели нашу схемку. Заскнули сюда шлейф. Посмотрели что он везде одинаково влез. Закрутили. А сюда шлейф еще от соленоид нашего. Закрутили на пять винтиков. Один. Два. Три. Четыре. Пять. С этой стороны вроде все. Переходим на другую сторону. Дальше переходим на другую сторону. Надели нашу шестеренку на наш вал. Берем наш редуктор. Одеваем его. Закручиваем на три винтика. Закручиваем на три черных винтика. Один. Два. И три. Затем ставим нашу схемку. Закручиваем на винтик. После того как закрутили наш винтик. Ставим нашу подставку. Ставили ее боком. Фиксируем ее на два винтика. То есть один здесь. Один здесь. Который у нас уже закрученный. Так что откручиваем этот винтик. И закручиваем снова. Затем ставим наш вентилятор. Который мы почистили уже. Защелки наши вот эти. Защелкнули его. Затем располагаем наш провод. От вентилятора. Ссовываем его сюда. После чего одеваем эту металлическую застежку. То есть совом в металлическую эту штучку. Затем надеваем на две пластиковые фиговины. И засовываем ее сюда. Как то вот так вот. Почему так я не знаю. Опять какой то контакт из заземления что ли. После чего наш вот этот провод отпускаем. Вот так. Наш фильтр должен одеться на свое место. То есть вот сюда. Здесь вы увидите. И провод наш также располагаться туда дальше вовнутрь. Сейчас я расположу весь провод и вы увидите его расположение. Посмотрите как расположены наши провода. Затем мы подцепили блок лазера. И к нему шлейф. И все. Теперь будем ставить печку. И так посмотрите расположение до того как мы еще не поставили печку. Сейчас будем ставить печку. Печку нашу поставили. Закрутили. Закрутили на два винтика. Поставили. Засунули на датчика провод. Синий провод. Белый провод. И силовой провод. Сейчас будем ставить подставку под весь пучок наших проводов. Ставим нашу подставку. Вот эти две направляющие. Входят вот сюда. Вот эта направляющая войдет вот сюда. Ставим. Ставим. Закручиваем. Нажимаем на нее. Все. Подставочка наша стоит. Закручиваем ее на один винтик. Начинаем укладывать наш провод. Посмотрите внимательно как расположен наш провод. Закручиваем. Будем переходить на боковую стеночку. Закручиваем. 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 Здесь выступ у нас. не забывайте, что он должен входить. Ставим от резинового вала шестеренку. Вот эту шестеренку. После чего будем засовывать нашу шестеренку. Поставили нашу шестеренку. Также металлический наш уголочек. Закрутили его на два винтика. Попробовали работу. Что все функционирует. Для чего это надо я вам объяснил. Теперь будем ставить крышку спереди. Осталось еще немного. Скоро закончен. Ставим на крышку. Закручиваем на два винтика. Снизу здесь раз и два. Затем с нашей крышки. Нашу защелочку всовываем сюда. Который управляет нашей. Который управляет нашей. Поставили. Посмотрели целиком наш механизм. Все работает. Ставим верхнюю крышку. Перед тем как будете ставить верхнюю крышку. Не забудьте этот шлейф. Выходит на зеленую схему. Поставили нашу верхнюю крышку. Затем подцепляем шлейф. И закручиваем наши винтики. Сюда один большой винтик. Закрутили сюда большой винтик. Поставили шлейф. Разворачиваем наш винтер. Закручиваем. Закручиваем сюда маленький винтик. И сюда маленький винтик. Закрутили сзади два маленьких винтика. Закручиваем здесь винтик. Теперь одеваем заднюю крышку. Одели заднюю крышку. Когда будете одевать заднюю крышку, чтобы она была закрыта. А иначе если она будет открыта, вы ее не оденете. Закручиваем на пять винтиков. Одеваем боковые крышки. Когда будете одевать боковую крышку, где кнопка, откройте обязательно переднюю дверцу. Защелкиваем. Надеваем другую боковую крышку. То есть сзади подгоняем сначала. Ставим наш лоток. Ну что ж, запускаем. Посмотрим, собрали удачно или неудачно. Включаем нашу кнопочку. Принтер готов к работе. Отчеты. Печатаем. Дымок идет. Печатает неплохо. Сейчас попробуем на чистой страничке распечатать. Питое. Питое голова. Питое б raise. П органы не радиender «最 stationary лучше участвуем» Дымки. в принципе вот видим наш результат принтер мы сделали если вы делали все как я все подцепили значит у вас все должно быть работать надеюсь видео вам это оказалось полезным с вами был канал я мой принтер не забываем ставить лайки подписываться на канал все вопросы пишите в группу вконтакте